господа следующий автомобиль у нас идет уже немало известный автомобиль их реально тоже в польше много в украину я тоже смотрю замечаю тоже достаточно часто забирают это у нас идет уже mercedes a 140 98 года двигатель 1 и 4 бензин конечно же и стоит эта машина 2 с половиной тысячи злотых 650 долларов господа 650 долларов за вот такой автомобиль принципе за нюансы я не вижу смысла обращать внимание машине более чем 20 лет и в принципе ну как бы такое давайте обратим внимание быстренько на салон кузов внешне живой это не может не радовать красный такой интересный салон конечно сидение под изношены их просто мне кажется надо почистить то есть состояние просто мне подождите да да именно сидение немножко надо почистить и они еще походят долго и нудно долго и счастливо 221 тысячи пробега в принципе неплохо господа в принципе неплохо руль живой то есть опять же вот по рулю мы видим что пробег здесь небольшой в принципе неплохо в принципе неплохо так давайте перейдем уже наверно к следующему автомобилю который нас здесь уже есть опять же больше этих машин очень очень много очень много и в принципе эти машины тоже чем-то прославились свое время и эти машины покупают и они дешевые в обслуживании так давайте прочитаем данные за этот автомобиль fiat punto 1 и 2 бензиновый двигатель 2004 год стоит эта машина 3290 злотых 3290 злотых это у нас 860 долларов господа 860 долларов за вот такой вот автомобиль давайте все-таки посмотрим машина не гнилая машина не гнилая опять же пороги пороги качественно переваривались это не может не радовать это не может не радовать состояние салона господа состояние салона опять же мы видим тут уже ага сиденье обтянуты сиденье обтянуты под низом ткань опять же так здесь у нас по ходу идет да правильно здесь у нас идет два стеклоподъемника два стеклоподъемника прекрасно прекрасно то есть не состояние салона еще дай бог спасибо низко потолок грязный мешал вы почистить они то у него цвет такой прикольно магнитола нет надо будет докупать но ладно для работы ездить на работу ездить достаточно даже неплохо я бы вам сказал так хорошо давайте посмотрим следующий автомобиль тут у нас опять идет skoda felicia достаточно я бы сказал даже неплохое еще даже состояние белой родной краски зачитаем быстренько данная skoda felicia 1 и 3 бензиновый двигатель 98 год стоит автомашины 2000 злотых 2000 злотых это у нас 520 долларов господа 520 долларов за вот такую skoda даже поворотники родные уже желтые как бы как бы неплохо давайте заглянем быстренько в салон и переходим следующий автомобиль так пробег пробег напишет 119 тысяч опять же видно на сиденье были натянуты чехлы но сиденье в тканевые сиденья в хорошем состоянии то есть опять же кто-то проверял тут осмотрел на сиденье как новое это хорошо это радует опять же весла но в принципе это народный автомобиль что вы еще хотели от этого автомобиля вот ладно переходим к следующему автомобилю потому что времени у вас реально под завяз и машин очень очень много это у нас идет уже 5 сена девяносто восьмого года 16 бензиновый двигатель стоит эта машина две с половиной тысячи злотых 650 долларов за вот такую fiat кузове седан для того чтобы гасать на работу или даже подростаможку если кому-то эти машины интересны здесь у нас идет уже такой велюровый приятный салон приятный салон пробег 129 тысяч хочется верить хочется верить хотя по состоянию по состоянию салона даже руль практически новый состояние салона новое то есть машина реально маленьким пробегом господа мне состоянии реально живое состояние живое впереди у нас идет два стеклоподъемника сзади нас идут уже весла и ясный нюанс к принципе это на всех практически машинах и линяет лак линяет лак и в принципе это ну никак не влияет на скорость и очень важно что машина нет нила я машина не гнилая и И это не может, опять же, не радовать. Хорошо, хорошо. Переходим, наконец-то, к следующим автомобилям, которые ждут нас уже в новом ряду. И мы туда сейчас доберемся. Так, господа, мы дошли к одной из самых известных автомобилей в Польше, да и в Европе в целом. Эти машины любят и на них ездят, их ценят, их ремонтируют и продолжают ездить. То есть это практически бессмертный автомобиль. Хорошо, хорошо. Давайте прочитаем, что это у нас такое. Это у нас Renault Scenic 2003 года. 1.9 дизельный двигатель. Стоит эта машина 3 тысячи злотых. 3 тысячи злотых это у нас 790 долларов. Господа, 790 долларов за вот такой вот Scenic, не гнилой, не гнилой. Сейчас быстренько заглянем в салон, что у нас ждет в салоне. Это тоже отдельный интересный фактор. Машина, походу, закрыта. Нет, в салон мы не попадем. Походу, не попадем. Но попытаемся. Нет, машина открыта. Так, хорошо, 4 стеклоподъемника. Ну, в принципе, немало известно, что эта машина напичкана электроникой. Со временем у нее проблемы появляются на спидометре. Она начинает мигать и так далее. И показывать вам неправильный пробег. Ну, в принципе, ладно. В принципе, ладно. За свои деньги эта машина даже очень-очень. Вот, хорошо. Переходим к следующему автомобилю. Вот, который стоит у нас уже рядом. Опять же, немало известный автомобиль. В Польше их очень много. Это у нас идет уже Citroën Xara Picasso. Опять же, такое вот, скажем так сказать, творческое название. Интересного так вот подхода, я бы так назвал. 1.8 бензиновый двигатель. 2004 год. Стоит эта машина 2 800 злотых. 2 800 злотых. Это у нас 736 долларов. Господа, 736 долларов за вот такой вот семейный автомобиль. В принципе, тут видно, где-то у нас чесалось бочиной. Но, в принципе, это не так страшно и не так опасно. Нет, вовнутрь мы не попадем, что ли? Да, ну не может быть. Да, вовнутрь мы не попадем. Но, опять же, мы видим, что салон достаточно в живом состоянии. Руль немножко подизношен. Но, достаточно такой вот интересный велюр и ткань вместе. Опять же, немножко почистить и будет нормально. Но, в принципе, неплохо. В принципе, неплохо. Но, как бы, за свои деньги эта машина даже очень-очень. Ладно, мы переходим к следующему автомобилю. Опять же, опять же, нам попадается опять Passat B5. Только уже в кузове универсал. Известный автомобиль. Их реально в Польше очень много. Да и не только в Польше. В Украину их тоже годят. Единственная проблема. Вот. Здесь, здесь начинает гнить. Ребят, здесь начинает гнить. Из-за того, что грязь с под крылка попадает, попадает вовнутрь крыла. И после чего там забивается все грязью. И эта часть крыла начинает гнить. И догнивает, и догнивает до дыр. Это нужно исправлять. За этим нужно следить. Потому что это очень важно. Так, а в целом, в целом, мы знаем, что эти машины не гниют. Эти машины танковые дизели. И, в принципе, давайте прочитаем, что это у нас за автомобиль. Так, это у нас Volkswagen Passat B5. 1.9 дизельный двигатель. 98-й год. Стоит эта машина 2000 злотых. Господа, 2000 злотых это у нас 520 долларов. Господа, 520 долларов. Согласитесь, блин. Он стоит дешевле некоторых жигулей. Офигеть. Вам просто дается в универсале целый посадка. Господа. Так, я уже вижу, что здесь велюровый салон. Опять же, опять же, надо почистить. Опять же, немножко надо натянуть этот велюр. Потому что здесь зашить. Вот. Опять же, на любой разборке всегда можно найти более новое и более в хорошем состоянии сидение. Или салон сам себе. Вот. Опять же, немножко уже пластик подизношен. Но ничего страшного. Как для работы. Кстати, в такой машине даже очень-очень. Это экономный, старый, известный дизель. Он очень надежный. И никогда не подводит. Эта машина именно миллионник. Именно с этим дизелем. Вот такие вот пироги, господа. Вот такие вот пироги. Так. Ну, мы переходим к следующему автомобилю. Это у нас Citroën Xara Picasso. 1.8 бензиновый двигатель. 2000-й год. Стоит эта машина 2800. 2800 это у нас 730 долларов. Господа, 730 долларов за вот такой вот Citroën. Опять же, для семьи, для работы в самый раз. Конечно, много нюансов по кузову. Надо еще слушать двигатель, что там происходит. Опять же, видно, что эта машина использовалась у кого-то для работы. У кого-то для работы. Салон, конечно, подизношен. Салон подизношен. Ну, ничего, принцип страшного. Принцип ничего страшного. Вот, как бы так. Пробег нам пока неизвестен. Так. А вот еще крейсер практически 90-х годов. Немалоизвестная машина. Вы все любили раньше эти машины. Вы раньше все эти машины ценили. Да и по сей день цените. Но их становится каждый днем все меньше и меньше. Но это уже дело такое. Так, ладно, переходим, наконец-то, к данным. Так, это у нас Opel Omega 2002 года. 2,2 дизельный двигатель. Стоит эта машина 3000 злотых. 3000 злотых это у нас 790 долларов. Господа, 790 долларов за вот такую вот Opel. Давайте посмотрим быстренько в салон. Опять же, машина закрыта. Нас сюда не впускают. Нет, сзади открыто. Хорошо. Так, здесь нас ждет тканевый салон. Опять же, если здесь стоят стеклоподъемники, значит, впереди тоже. Достаточно, я вам скажу, в хорошем состоянии. Так, пробег 266 тысяч. Хорошо. В принципе, хорошо. Эта машина очень даже ничего, я бы сказал, по-современному. Все по-современному, все интересно, салон чистый, достаточно уютно. То есть, опять же, машина очень живая. И вам скажу, свои деньги очень даже. И причем не гнилая. Мы знаем, что эти машины гниют. Но эта машина именно целая и ни капельки ржавчины. Это очень хорошо. Это очень прекрасно. Это не может, опять же, не радовать. Так, хорошо. Переходим к следующему автомобилю, который нас здесь уже встречает. Опять же, немалоизвестный бренд, который все любят и ценят. Honda Accord. 1.8 бензиновый двигатель. 1999 год. Стоит эта машина 4290. 4290 злотых это у нас. 1100 долларов. Господа, 1100 долларов за живую Honda, которая не гнилая. И, в принципе, не в плохом, я бы сказал, так вам сказать, состоянии. В принципе, да. В принципе, не плохо. Вот, давайте заглянем, наконец-то, вовнутрь. Давайте заглянем вовнутрь. Опять же, 4 стеклоподъемника. Ну, в принципе, это Honda. Honda практически тут все есть. Японцы всегда все давали и ни в чем не отказывали. Обычным даже людям, даже господа, даже дали вам люк. Люк дали. То есть, понимаете, насколько тогда японцы ценили. Ценили и давали машины. И неудивительно, почему эти машины дорогие даже по сей день. Но, опять же, за 1100 долларов, господа, цена тазика, цена реального тазика или какого-то Жигули. И вам, в принципе, есть вот такой вот автомобиль в живом состоянии, с чистым салоном. Ну, то есть, вы понимаете, насколько все, вот, скажем так, в этом мире наоборот. Вернее, в нашем украинском мире наоборот. Да, я думаю, и не только в нашем. Неплохая Honda. За свои деньги отлично. 99-й год, господа. 1100 долларов. Так, переходим еще к одной Honda. Ну, катки, конечно, очень симпатичные. Очень симпатичная машинка. Я бы сказал, 4-дверка. Прекрасно. Слушайте, неплохая Honda. Отлично. Мне нравится. Даже дешевле, чем... Нет, чуть-чуть дороже, чем это. Но это какая-то, вы знаете, очень даже ничего. Так, хорошо. Давайте посмотрим, что это у нас за автомобиль. Так, это у нас Honda Civic. 1.4 бензиновый двигатель. Кузовый хэтчбэк. 2005 год. Стоит эта машина почти 5000 злотых. 5000 злотых. Это у нас 1300 долларов. Господа, 1300 долларов. И вам современная Honda. Ребята, что вам еще нужно? Вы посмотрите просто, пожалуйста. Давайте посмотрим в салон. Что нас ждет в салоне? Опять же, тканевый. Тканевый, живой, целый салон. То есть, прекрасно. Так, руль. Руль видно немножко под изношен. Опять же, не мешало бы что-то на него нацепить. Опять же, два стеклоподъемника. Сзади нас убьет уже весла. То есть, японцы не позаботились нам о Concorde и дали нам весла. Вот, за пробег мы пока ничего не знаем. Но вы знаете, состояние салона живое. Состояние салона живое. И очень даже, я вам скажу, очень даже неплохое. Дверь закрывается мягко. Мне нравится здесь. Небольшой нюанс. Но опять же, опять же, кого это беспокоит, когда машина стоит так дешево? Как по мне, это реально дешево для такой Хонды. Неплохо. У нас бы эта машина стоила минимум 5000 долларов. Это минимум. Ладно, окей. Клиренс, конечно, у этой машины очень маленький. Она очень низкая. Ну, что же вы хотели? Японский стиль. Ладно, переходим к следующему автомобилю. Опять же, это редчайший автомобиль. В принципе, у нас в Украине их очень мало. Очень мало. Опять же, это у нас идет уже Rover 75 кузов. Модель 75, так она пишется. Вот, 2,0 бензиновый двигатель. Плюс газовая установка. 2003 год. Стоит эта машина 4000 злотых. 4000 злотых. Это у нас, господа, 1000 долларов. 1000 долларов. Да, господа, 1000 долларов. В принципе, неплохо. Не, машина, конечно, на стиле. Очень стильно. Вот, особенно, обратите внимание на салон. Обратите внимание на салон. Вы посмотрите, он как в стиле какого-то, знаете, старинного такого Rolls-Royce. Ну, а что же вы хотели? Это англичанин. 4 стеклоподъемника. Кожаный салон. Коробка-автомат. Отлично. Не, ну, конечно, торпеда, спидометр. Ах, даже часы. Посмотрите, часы. Часы в каком месте стоят. Это практически Rolls-Royce, господа. Это практически Rolls-Royce. Машина, машина реально на стиле. Вот такой вот вам мини, так сказать, Rolls-Royce для бедных. Или Bentley для бедных, в общем, непонятно. Вот, ну, вот такая вот машинка вам во чем универсале. Вы посмотрите, насколько, какая длина универсала. То есть, вот как-то так. Вот, господа. Вот такая вот машина. Машина для стариков, я бы так сказал. Ну, выглядит достаточно солидно, солидно. Вот, особенно внутри. Ага, тут единственное, немножко заколхожили, типа, M-пакет. Блин. Хорошо, переходим уже к немалоизвестному автомобилю, который практически любят все иммигранты, которые приезжают в Польшу на заработки. Это у нас идет уже BMW. Троечка. В Е-46 кузове. 98-го года. 1,9 бензиновый двигатель. Стоит эта машина 4,5 тысячи злотых. 4,5 тысячи злотых. Это у нас 1180 долларов. Господа, 1180 долларов за вот такую, скажем так, BMW. Это единственное, что вот уже с ума сходят уже, так сказать, крылья. Опять же, с этим моментом разобраться. В целом, машина не гнила. Опять же, надо смотреть с поднизу, снимать пластиковые накладки. Но, в принципе, неплохо. Я вам скажу, неплохо. Неплохое состояние BMW. А вот за соответствующие деньги. Так. Ага, BMW по цене Жигули, да, короче? По салону. Ребят, ну, по салону, конечно, немножко подизношен. Опять же, тут все надо чистить. Нет, руль еще в таком, вы знаете, хорошем состоянии. Опять же, сидение требует чистки. Куча электроники. Опять же, опять же, механика. Очень хорошо. Это дешевле. И немного лакшери. Нам дали люк. Нам дали люк. Это не может не радовать. Хорошо, хорошо. Переходим, наконец-то, к следующему автомобилю. Посмотрите, как колесо выпирает. Просто офигеть. Ну, выглядит достаточно мощно. Мощно. Ну, конечно, не знаю, передает вам эта камера или нет, но... В реальности это смотрится реально брутально. Как боевая классика. Окей, господа. Следующий автомобиль. Немалоизвестная марка. Ford Mondeo третьего поколения. Господа. Эта машина полностью напичкана всем, чем может только напичкать эту машину. Она в рестайлинге. Она на автомате. И достаточно, так сказать, выглядит по сей день сегодня козырно. Окей, давайте, наконец-то, посмотрим данные и перейдем уже, наконец-то, ее осмотру внутри. Это у нас Ford Mondeo третьего поколения. 2.0 дизельный двигатель. 2005 год. Стоит эта машина 5,5 тысяч злотых. 5,5 тысяч злотых. Это у нас 1440 долларов за вот такую вот Mondeo. Тоже известно, что давали гарантию на кузов. Эти машины тоже практически не гниют. Опять же, это у нас идет уже лифтбэк. Или, как тут пишется, хэтчбэк. Ну, в принципе, неплохо. В принципе, неплохо. Опять же, полный рестайлинг. Если надо тягать прицеп, пожалуйста, вот, тягай прицеп все, что хочешь. Так, ну, конечно же, у нас идет уже комплектация Kia. То есть, отлично, отлично. Так, перейдем быстренько к салону. Салон. У нас светлая такая вот кожа. Приятно, приятно. Салон еще достаточно живой, живучий. То есть, очень хорошо. Конечно, пластик в этих машинах скрипучий. Вот, но, в принципе, как вам сказать. Торпеда все в американском стиле. Деревянные вставки. Это обычный пластик. Ай, блин. Короче, ну, даже тут обманули. Ну, ладно, ладно. Но выглядит солидно, согласитесь. Достаточно солидно. Так, хорошо. Что это у нас? Автомат, как я и показывал. В принципе, все родное, все родное. Такой вот вам ухоженный, чистый кожаный салон светлой кожи. Четыре стеклоподъемника, электронная регулировка зеркал. В принципе, в этой машине все есть, то, что есть в современных автомобилях. Ну, а что ж вы хотели? Это Ford Mondeo. Практически класс D. Класс D. За вот такие вот деньги, для того, чтобы колесить вот по округе. В принципе, эта машина может попасть еще под категорию растаможки. Вот, хорошо. Давайте посмотрим уже, наконец-то, следующие автомобили, которые у нас здесь есть. Это у нас идет уже Mercedes C-класса в кузове, универсал. Так, ну, в принципе, неплохо. Гнили я не вижу, машина в реально хорошем состоянии внешне. Пока что, пока что я не вижу никаких нареканий. Это очень хорошо. Не хватает вот значка. Я бы еще подцепил бы значок. Хорошо, логотип вернее. Логотип Mercedes. Так, Mercedes C200. 2.2 дизельный двигатель. 2003 год. Стоит эта машина 5000 злотых. Господа, 5000 злотых это у нас 1300 долларов. Господа, 1300 долларов за вот такой вот Mercedes. Давайте быстренько заглянем вовнутрь. Нет, быстренько обойдем вокруг. А, нет, видно. Нет, плохо смотрел. Видно, здесь какой-то нюанс был. Был какой-то нюанс. Но, в принципе, это уже чем-то обработано. Дальше гнить не должно. В целом, в целом машина неплохая. Давайте заглянем все-таки вовнутрь, что нам тут дал Mercedes на сегодняшний день. Так, хорошо. Сразу видим 4 стеклоподъемника. Типа деревянные вставки. Но, опять же, я чувствую, что это пластик под изношен салон. Опять же, нужно разобраться с салоном. Ну, тут все по Mercedes, я бы сказал. Достаточно так вот комфортно, много места. И достаточно так элегантно. Элегантно и красиво. Так, пробег 457 тысяч. Ну, для дизельного Mercedes это не пробег. Опять же, нюанс по рулю. Я бы чем-то его обтянул. И, в принципе, был бы вам живой Mercedes. Но, в принципе, неплохо. Дверь закрывается мягко, несмотря на то, что уже прошло сколько лет. И это просто танк. Ну, 2,2 дизель. Это живучие Mercedes-овские дизели. И они, в принципе, возят еще до миллиона и выше. Вот, насколько известно, насколько проверено. Так, ну что, господа. Здесь у нас идет уже тоже немало известный автомобиль. По всей Польше их реально много. И по сей день они ездят. Сразу видим проблема с лаком на крыше. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Скорость это не влияет. Так, давайте прочитаем данные. Renault Megane 99 года. 1 на 4 бензиновый двигатель. Стоит эта машина 2,5 тысячи злотых. 2,5 тысячи злотых. Это у нас, господа, 657 долларов за вот такой вот Megane в кузове купе. Так, вот тут мы не зайдем. Придется зайти с другой стороны, чтобы посмотреть в салон. Что нам дали в салоне. Так, господа, салон. Я бы даже сказал, состояние нового. Единственное, что немножко есть нюанс по водительскому сидению. Но, в принципе, ничего страшного. Пластик, пластик. Все живое, все живое. Достаточно ухоженный салон. Вот, господа, господа, вполне неплохо. Вполне неплохо, я вам так скажу. Пробег пока не известен. 2 стеклоподъемника. То есть, опять же, купешка вот в таком формате вам. Неплохо, как по мне, неплохо. Ладно, переходим уже к следующему автомобилю. Так, быстренько по Megane. Megane целый, в принципе, не гнилой. Это не может не радовать. Это хорошо. Так, следующий автомобиль у нас идет уже тоже немалоизвестная марка у нас в Польше. Их реально очень много. И они ездят по сей день. Опять же, это Toyota японское качество. Так, погоди. Вроде бы мы здесь тоже заканчивали на Toyota. Здесь была Toyota. Помню, в прошлых сериях. Ну, ладно, ладно, окей. Так, это у нас Toyota Corolla 2003 года. 1,4 бензиновый двигатель. Стоит эта машина 6 тысяч злотых. 1 570 долларов. Господа, 1 570 долларов за вот такую Toyota. В принципе, садись и ездить, так сказать. Так, у нас Omega уехала. В принципе, дизель работает ровно, я слышу. Ну, что-то, какой-то дым непонятный. Ну, мало ли. Ладно, давайте посмотрим. О, дверь скрипит, но это нормально. Хорошо для старого авто. Хорошо, у нас здесь идет 2 стеклоподъемника. Это очень хорошо. Сзади, конечно же, нам дала Toyota весла. Да, сзади нам дали весла. Я отсюда вижу. Так, механика, в принципе. По пробегу ничего пока не понятно. Салон в более-менее хорошем состоянии. Руль не мешал бы чем-то обтянуть. Тканевое сидение, в принципе, неплохо. В принципе, с этой Toyota и так все понятно. В принципе, неплохо. Неплохо машина, в принципе, неплохая за свои деньги, конечно. Но, опять же, если вы семейный человек, в принципе, для вас эта машина очень даже, очень даже. Переходим уже, наконец-то, нашим финальному, так сказать, завершению. Наверное, переходим уже к некоторым двум машинам. Mercedes оставим на закусочку. А сейчас, а сейчас мы пока посмотрим BMW. Опять же, опять же, известная машина. Многие любят эти BMW. Они очень ценятся и по сей день, и по сей день их любят. Их уже перебрали 100 миллионов раз. Вот такая вот BMW. В красивом, таком серебристом кузове. На своих родных титановых дисках в черном цвете это смотрится. Согласитесь, это смотрится. Вот, опять же, фары. Фары запотевшие. Запотевшие изнутри. Этот момент надо учесть, потому что нужно все-таки будет разбираться с фарами и что-то с ними делать. Потому что они ночью светить не будут. Мы знаем, что у пятерок плохое освещение. Это известно. Ну, ладно. Давайте пока прочитаем данные. BMW E39, 99-го года. 3.0 дизельный двигатель. Стоит эта машина 5,5 тысяч злотых. 5,5 тысяч злотых это у нас. 1,440 долларов. Господа, 1,440 долларов за вот такую вот BMW. В принципе, неплохая, не гнилая, ничего, скажем так. Судя по тому, как она села, она, походу, еще на пневме, если я не ошибаюсь. Ну, пока что неизвестно. Опять же, надо читать данные. Вот. Так, открываем салон. О, ну тут все по BMW-шному. Опять же, кожа. 4 стеклоподъемника. Так, оно, в принципе, глупо смотреть BMW на стеклоподъемнике. Потому что тут они всегда, понятно, да? Тут все по максимуму. Так, механическая коробка передач. Так. Ага. Это у нас... Так, господа, тут у нас идут уже покрышки изношенного формата. Вот. Опять же, с дисками. То есть, в багажнике, я так понял, еще два диска. BMW, мы знаем, что их разрывали сначала немцы, потом разрывали поляки, потом разрываем мы. Дай бог, чтобы эта машина была живая. Ну, в принципе, состояние кузова очень даже привлекает. Знать бы еще пробег, было бы идеально. Вот. Вот такая вот BMW. Вот такая вот BMW, господа. Вот на этой автокомиссии. Как-то так. Как-то так. Как видно, по кругу проводились какие-то работы. Вот. Но, опять же, кого это сейчас беспокоит? Машине более 20 лет, господа. Машине более 20 лет. Ну, и к завершению, господа. Переходим уже, наконец-то, к той машине, которая, пожалуй, просто привлекает многих по сей день. Эта машина сегодня входит в историю. Так как мы знаем, что это уже практически раритет. Это классика. Это классика тех годов, господа. Эта машина много где повстречалась в фильмах. Эта машина была везде. Эта машина проехала миллионы. Эта машина, которая заслуживает своего особого внимания. Эта машина, которую стоит реставрировать. И она выглядит достаточно по-солидному. Конечно, года берут свое, но тем не менее. Господа, давайте сейчас прочитаем данные. Так, хорошо, данные. Мерседес W124. 91-й год. 2.0 бензиновый двигатель. Стоит эта машина 6 тысяч злотых. Господа, 6 тысяч злотых это у нас 1570 долларов. Господа, 1570 долларов за вот такой вот Мерседес в таком вот девственном, я бы даже сказал, состоянии. С небольшим пробегом. Сейчас посмотрим, попробуем узнать, сколько там пробега и прочее-прочее. Салон, господа, салон в девственном практически состоянии. Вы посмотрите, 91-й год. Пробег 195 тысяч. Господа, 195 тысяч пробега на таком вот Мерседесе. Уже проверено, что эти машины проезжают более миллиона, более миллиона километров. Эти машины вошли просто в историю. Просто в историю. Вы посмотрите, какая красота здесь внутри. Слушайте, ну, господа. Не, я очень хочу такой Мерседес и очень хотел бы купить. Она достаточно красивая. Достаточно красивая машина для своих лет. Вот. То есть, опять же, такие моменты бывают. Ничего страшного. Господа, здесь, конечно, видно небольшие нюансы. Здесь какие-то работы проводились, но ничего страшного. Ничего страшного. Довести это до ума дело. И, в принципе, в принципе, у вас машина практически, практически в историческом таком красивом формате. Жаль, конечно, эти машины сегодня много кто бросает, много кто ими не занимается. Эти машины просто погибают. Но, тем не менее, если эту машину восстановить до того состояния, чтобы она считалась раритетом, то, в принципе, будет неплохо. Вот. Как-то так, господа. Как-то так. Вот такая вот автокомиссия. Вот такие вот цены. И, наверное, будем завершать наш ролик. Сейчас просто пройдемся по всем автомобилям. Посмотрим, что здесь есть. Как это все выглядит. Сколько это стоит. Вот. В принципе, все это уже на канале есть. И, в принципе, просто, сказать так, просто автомобили, которые, ну, стоят отдельного внимания, так сказать. Как для работы, так и для растаможки. Все эти автомобили есть здесь и сейчас. И всегда можно их приехать посмотреть. Опять же, напоминаю, что мы находимся во Врославе. Здесь этих машин просто немерено. Вы просто обратите внимание. Вы обратите внимание, сколько этих машин. И, я думаю, каждый выберет себе все, что он хочет. Как-то так, господа. Как-то так. Итак, господа. Хочу завершить данный ролик. Прикольно. Итак, господа. Хочу завершить этот выпуск на фоне двух этих BMW. Одна BMW годится для того, чтобы ее восстанавливать, поставить где-то в коллекцию или просто ездить. Другая BMW годится для того, чтобы ее просто добивать. Ну, в принципе, цена соответствующая. Тысячу долларов. Господа, тысячу долларов за S-класс практически тех годов. В принципе, если взяться, то можно ее восстановить. Честно, можно ее восстановить. Тут еще, я бы сказал, состояние кузова еще достаточно. Может быть. Может быть. Господа, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, дизлайки. Что-то пишите в комментариях. Может, где-то что-то я неправильно сказал. Но, в любом случае, все мои люди, все мы имеем право ошибаться. В общем, господа, с вами был канал Million Car. Ставьте лайки, я как уже говорил. Подписывайтесь на канал. Всем пока. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!